Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дегтярева Елена Александровна. Я работаю учителем английского языка в начальных классах в Свердловской области, город Верхотурья. У меня есть опыт преподавания робототехники в ДОП образовании. И последние три года я как раз посвящаю продвижению искусственного интеллекта в начальных и средних классах, в школах для учителей. Поэтому тема моего доклада это «Особенности организации обучения основам искусственного интеллекта в начальных и средних классах». Потому что я считаю, что уже в начальных классах можно обучать детей основам искусственного интеллекта. В октябре 2019 года был подписан указ президента Российской Федерации о национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. И вы, наверное, себе уже почувствуете, что во многих вузах, образовательных учреждениях, школах начинают появляться такие темы, посвященные искусственному интеллекту, там, машинному обучению, компьютерному зрению и тому подобное. Уже есть рабочие программы для третьих и четвертых классов по искусственному интеллекту. Их можно найти в интернете. На этом слайде вы видите то, что глубокое обучение нейросети и машинное обучение, они входят все в систему искусственного интеллекта. Я буду отмечать сегодня машинное обучение, поэтому мне хотелось бы разделить и вам показать, что машинное обучение входит в искусственный интеллект. Все это очень интересно и захватывающе. Если обратиться к истории появления машинного обучения, то в 1958 году была создана целая искусственная нейросеть, когда нейрокомпьютер мог распознавать образы и предсказывать погоду. Но, к сожалению, технология не получила развитие, так как ученые раскритиковали, а спустя год было придумано понятие машинного обучения благодаря исследованию Артуру Сэмуэлю. Он создал первую программу по игре в шашки, которая умела играть сама и обучаться самостоятельно. Но мы с вами сегодня разговариваем в контексте с деятельностью младшего и среднего школьного возраста. Я работаю учителем английского языка в начальных классах, и я вижу, что основной вид деятельности моих учеников – это учебная деятельность. Но она не может быть в отрыве от игры, потому что мы на уроках, изучая лексику иностранных языков, поем песенки, играем в различные игры. То есть учебная деятельность здесь идет через игру. То есть искусственный интеллект нам это тоже позволяет и применить, например, младшие классы могут обучить машину распознавать свои игрушки. То есть они приносят на занятия игрушки, обучают машину распознавать и создают игры, распознавать членов семьи. Если обратиться к среднему школьному возрасту, то здесь ведущей деятельностью будет являться взаимодействие и общение школьников. Искусственный интеллект здесь предлагает создание чат-ботов или общения даже с GPT-чатом. В трех различных форматах – дружелюбный, нейтральный и саркастический. Это тоже очень интересно посмотреть. И уже на данный момент я являюсь учителем искусственного интеллекта и искусственного интеллекта плюс Python. Теперь обратимся к самому программному обеспечению. И вы на скриншоте видите, что здесь вот насколько интересно и реально использовать машинное обучение для детей. То есть даже по скриншотам мы видим, что для создания модели машин обучения не требуется опыт программирования. И не нужно знать высшую математику или что-то сложное. Это все в игровой форме, легко и доступно, можно объяснить уже сейчас детям. Но нужно учитывать несколько нюансов, естественно. Важно наличие интернета, так как у нас при работе с машинным обучением будут обращаться к серверам. Дальше наличие веб-камеры для того, чтобы можно было показывать картинки, фотографии, другие изображения, позы, жесты. Наличие микрофона для того, чтобы давать голосовые команды. И наличие учетной записи. Для себя лично отмечаю плюс то, что здесь создание авторских игр, презентации, проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Если вы обратитесь в поисковик в интернете, начнете искать и читать различные рабочие программы, знакомиться с различными курсами, даже от того же Сбербанка, я вам скажу, что там везде теория. Там дети просто читают либо в игровой какой-то форме, либо квест, они просто знакомятся с основами искусственного интеллекта. Но они не могут создать свою игру. Благодаря Пиктоблокс можно создавать игры, свои авторские, любые, менять их, редактировать именно с искусственным интеллектом. Например, вы сейчас видите скриншот, где создается проект по грибам и обучается машина распознавать различные виды грибов. Здесь мы создаем, например, 4 категории. Белый гриб, лисички, ложные опяты и мухомор. Загружаем данные в виде картинок, фотографий с интернета, либо вашей личной фотографии. Обучаем машину и проводим тестирование. В тестировании мы сейчас видим, что 99% это на фотографии по ганке. Вот так вот. Если мы сейчас обратимся сюда, к следующему скриншоту, то мы видим, что обучив машину, мы можем экспортировать модель машинного обучения на язык программирования Scratch. А со Scratch уже начинают работать с 5-6 лет дети. Они в блочной форме пишут код. Вот здесь видите блоки. Когда клавиша у нас пробил на компьютере нажата, у нас открывается окно распознавания. Сейчас там черный квадратик. Закрыта веб-камера. И идет анализ изображений через веб-камеру. То есть мы показываем либо картинку какую-то, либо игрушку, либо сам гриб, например. И так как у нас уже обучена машина распознавать 7 разных грибов, она соотносит их с теми данными, которые у нее есть. И если эти данные совпадают, она говорит, да, это подберезы. Если же не совпадают, она уже предлагает другой вариант. На следующем слайде вы видите, что можно обучать машину не только распознавать изображения, но и распознавать позы. Так как у нас на человеческом теле есть точки, благодаря расположению которых машина понимает, какую ту или иную позу человек показывает. Аналогично с распознаванием жестов рук. Можно поговорить. Здесь идет тестирование. Модель уже обучена. Мы видим значение ближе к единице, значит качество обучения хорошее. И мы видим, что у ученика руки вверх, вот по этим точкам, которые отмечены на руке. И машина распознает нам категорию 100% руки вверх. Помимо этого, сейчас я хочу вам показать небольшое видео о том, как можно создавать результат создания игры на языке Scratch с машинным обучением. Привет, друзья! Сегодня у нас готов небольшой видеоролик о том, как управлять спрайтом с помощью карточек через веб-камеру. Смотрите, у нас есть спрайт, он предлагает нам сейчас показать номер улицы перед камерой, на которую надо заехать в спрайт-машинка. Вот, мы показываем номер один, и спрайт-машинка заезжает в номер улицы. Теперь она предлагает нам выбрать здание, где нужно проехать. Я показываю здесь это больница. Все, машинка разворачивается и едет в госпиталь. Там на английском языке госпиталь подписано. Теперь другой вариант. Выберем уже линию номер два. То есть заедем на соседнюю улицу, показываем. Ну, здесь уже не два, а третий я запрограммировала. Вот, ну, заехала на номер два, да? Показываю картинку три, заезжает на номер два. Сейчас выбираем здание пицца либо дом. Я показываю пиццу, то есть проголодалась, захотелось ребенку покушать. Все, машина приезжает к пицце. Смотрите, вот код мы сейчас здесь видим на русском языке с левой стороны по центру, да, рабочей программы. Видите, что здесь у нас раскраска такая интересная. Когда мы показываем на веб-камеру лего кубик, лего детальку, они имеют определенные цвета. Этим цветом окрашивается спрайт самолетика. Давайте покажу сейчас. Вот, оранжевая в кластином. Самолетик оранжевый, желтый даже скорее, голубой. Вот здесь он зеленый окрасился, потому что цветопередача веб-камеры некачественная. Поэтому это тоже связано. И это все обсуждается с ребятами. На данный момент я могу сказать, что у нас уже готовы два авторских курса. Это Scratch с искусственным интеллектом. Здесь разбираются 12 тем, которые сейчас представлены вам. Также Python с искусственным интеллектом. Там представлено 10 тем. И на скриншоте вы видите, насколько это интересно и забавно и необычно. Обычно при изучении питона дети к концу года теряют интерес. А здесь же мы видим, что интерес поддерживается благодаря оформлению. То есть здесь дети на оформление фона время не тратят. И также использование спрайтов, которые в Scratch есть, в пиктоблоксе. Большое спасибо вам за ваше внимание. Поэтому я думаю, что у нас все получится. При наличии имеющихся ресурсов можно и нужно обучать учащихся образовательных учреждений искусственного интеллекта и машинного обучения. Спасибо за внимание.